всем тихой ночи а это обновленное видео по библиотеке странников и канал теперь переходит на немного другой формат чуть более длинные сложные видео между которыми будут выходить чтение объектов библиотека странников эта штука очень многогранная большинство она конечно же известна как часть мира SCP ведь истории про тайную организацию обращаются к ней довольно часто но на самом деле у библиотеки есть свой отдельный сайт и своя собственная вымышленная вселенная при этом крайне недооцененная сайт библиотеки странников изначально был создан 2010 как альтернатива SCP которая должна была отличаться от вселенной фонда более выраженным ощущением чуда и мистики вместо детективного и псевдо документального хоррора поначалу истории там писали те же люди что и делали фонд но затем сообщество стало полностью самостоятельно но для начала поговорим о библиотеке странников внутри мира SCP однажды в руки фонда попала старинная книга переплет который содержал множество механических элементов и открывался только при помощи ключа при открытии книги в ней оказывается сборник разных произведений состав которого зависит от положений механических элементов книги обозначенный теперь как SCP-1326 это не единственное аномальные свойства объекта кроме того он способен извлекать информацию из письменных источников находящихся на расстоянии примерно до 1 метра от SCP-1326 содержимое документов окружающих книг и журналов все со временем появляются на древних страницах объекта кроме того одна из страниц книги представляет собой переход в неизвестное пространство откуда могут выходить паукообразные существа с человеческими головами которые собирают все источники информации вокруг и несут их поближе к книге чтобы она могла поглотить эту информацию существа эти говорят на различных языках некоторые из которых ученые фонда смогли опознать в их речи часто упоминается некая библиотека подобные существа попадались агентом фонда еще несколько раз и каждый раз они крутились вокруг книг и других объектов связанных с хранением информации и всегда что-то бормотали о своей библиотеке что же это за библиотека такая которой шепчутся монстры в один прекрасный день полевые сотрудники фонда столкнулись с интересным явлением дети игравшие в определенную игру на улице в случае ее правильного исполнения как бы прилипали к поверхности на которой они стояли и не могли оторваться до конца игры этот эффект имел аномальную природу и потому теперь называется SCP-2166 но что более удивительно выяснилось что эта игра является частью ритуала при помощи которого дети попадали в неизвестное пространство похожее на библиотеку где могли читать любые существующие книги к сожалению тогда полную последовательность действий агента фонда восстановить не смогли но ученые организации пошли другим путем в библиотеку странников способны попасть не только дети но и члены группы известны как длайн змея каждый раз когда фонд SCP устраивает рейды на места где эти люди собираются группа мог захватывает множество аномальных вещей и узнают все больше информации в том числе и о мире бесконечных книжных полок из допросов людей длани стало понятно что библиотека странников это некий потусторонний мир представляющий собой бесконечную библиотеку и населенные самыми невообразимыми существами в том числе и разнообразными богами поговаривают что там даже когда-то обитал сам алый король одна из самых грозных и страшных сущностей SCP сами члены длани могут свободно входить библиотеку но только потому что цели и идеологии этой организации не противоречит внутренним законам этого странного мира при этом библиотека легко изгоняет их случае когда они забывают что они в этом измерении гости в общем оказалось что выпытывать что-то у людей длани в целом смысла не имеет SCP собирает группу мог под названием тау-9 книжные черви главная миссия которой заключается в сборе информации о длани змеи и о библиотеке и главный вопрос это то как члены длани змеи попадают библиотеку ответ был найден недалеко от зоны фонда SCP номер 95 он представляет собой круг из веток в котором если проделать определенный набор действий можно оказаться вместе похожим на давно заброшенный древнегреческий город как отсюда попасть саму библиотеку странников мог фонда так и не разобрался но исследование этого объекта SCP-3743 открыла ученым организации что в мире существует некоторое количество порталов служащих переходами во взаимосвязанные экстрамерные пространства в конечном счете позволяющий попасть саму библиотеку такие пространства получили общее название пути впоследствии фонд открыл множество путей самых разных видов и форм вот только в саму библиотеку войти так и не получилось как будто что-то не пускало сотрудников организации вышло только попасть в измерение которое судя по всему является заброшенным участком библиотеки оно теперь известно фонду как SCP-5024 примечательно что все книги найденные в этом объекте содержат только пустые страницы как будто если библиотека уходит откуда-то она забирает все свои знания единственное что за долгое время смог получить фонд SCP это одну книжную полку которая по какой-то причине стояла в одном из путей ее аномальные свойства оказалось в том что если унести книгу с полки дальше чем на два метра она телепортируется на свое место обратно что вполне достойно изучение в качестве отдельного объекта так что теперь это SCP-4982 прорыв в изучении библиотеки фондом все же случился когда в лесах амазонки был найден очередной путь связанный с библиотекой получивший обозначение SCP-6000 на этот раз этот путь оказался доступен для агентов фонда SCP и они смогли посетить зал этого отдельного мира заполненного всеми книгами из всех миров написанными в прошлом и даже теми которые будут написаны в далеком будущем однако исследование этого места оказалось крайне небезопасным занятием ведь если человек так или иначе пытается навредить библиотеке она трансформирует его в существо лишь отдаленно напоминающий человекоподобную сущность и заставляет его себе служить фонд не сразу это поняла потому потерял несколько агентов впрочем в том мире мультивселенная SCP где существует объект SCP-6000 библиотека странников сама пришла к людям и начала постепенно проявляться в обычной реальности занимает целые континенты вызывая тем самым конец света в других мирах дела пошли как-то получше есть немало объектов рассказов где упоминается как агенты фонда все же посещают библиотеку для сбора информации поиска ответов на свои вопросы хотя больше интерес фонд проявляет именно к путям так как они позволяют посещать множество параллельных миров и измерений без каких-то особых сложностей в мире SCP действительные эффективно взаимодействует с библиотекой научилась только длань змея помимо всего прочего они пишут свои собственные статьи по поводу разных явлений мира фонда собирая книги по всей библиотеке и делая из них подборки благодаря тому что люди из длани змеи имеет доступ к практически неограниченному источнику знаний об аномальных предметах они по идее должны значительно превосходить другие организации в том что касается мира аномального но видимо слабая организационная структура мешает им пользоваться своим преимуществом но то в мире SCP а как насчет оригинальной библиотеки странников если до этого мы смотрели на библиотеку снаружи со стороны мира SCP то теперь посмотрим на нее изнутри ведь изначально она появилась как полностью самостоятельное явление лишь потом связав себя множеством путей с мультивселенной фонда но не только с ней через систему путей можно попасть абсолютно каждый существующий мир такое-то поле для кроссоверов с одной стороны пути на первый взгляд представляет собой понятную вещь это множество маленьких карманных измерений рано или поздно приводящих нашедшего их библиотеке с другой стороны логика их работы находится далеко за пределами человеческого понимания вход путь может выглядеть как дверь зеркало портал или даже что-то достаточно неожиданное и чтобы открыть его нужно совершить серию неочевидных действий это может быть ритуал какая-то детская игра или требование принести определенный предмет к примеру в нью-йорке есть канализационный люк на который надо пролить куриную кровь чтобы попасть в один из путей человек который открывает вход в путь а также проходит до самой библиотеки обнаруживает себя в мире бесконечных книжных полок в главном зале сидят архивисты человекоподобные существа не имеющие глаза прикрепленные к полу они объясняют правила этого места не причинять вреда библиотеке возвращать книги вовремя и держаться подальше от закрытых дверей тайны этого места недоступны даже богам путник должен сообщить архивисту свое настоящее имя и тогда он получит читательский билет документ мистической силы позволяющий нормально существовать в этом мире одни говорят что мир этот бесконечен ведь тут можно идти в одну сторону и никогда не встретить стены другие говорят что так происходит из-за многомерности этого измерения то есть человек больше перемещается не в пространстве а путешествует по бесконечному множеству вариантов библиотеки в некоторых случаях путешествие происходит и во времени иногда путник начинает двигаться в будущее или прошлое этим мир библиотеки чем-то похож на аллогадо чем дальше забираешься в ряды полок тем меньше это место напоминает читальные залы в какой-то момент например можно обнаружить себя в горах из книг со звездным небом и облаками вместо потолка большая часть посетителей начинают свое путешествие с места под названием крыло 1 которая стилизована по джунгли книжные полки тут похоже на деревья а под потолком летают экзотические птицы особенно упорно добираются до второго крыла который уже стилизована в морской тематике говорят посреди этого крыла есть даже целое озеро в котором плавает яхта до третьего крыла пока не дошел ни один известный читатель и причина этого кроется в нашем мире дело в том что в каждом крыле стоят тысячи книг и это в общем то то же самое как на сайте фонда SCP есть деление группа объектов по тысячам сейчас сообщество странников пишет вторую тысячу книг что вполне себе делает библиотеку вторым по размеру сайтом коллективного творчества после сайта тайного фонда так как тут есть такая же система рейтинга как и на сайте фонда можно посмотреть самые популярные книги библиотеки что мы и сделаем самой популярной из них тут про разумные хлебобулочные изделия которые общаются между собой и вообще живут какой-то жизнью в мире в котором каждый день их могут съесть наверное книга популярна из-за довольно очевидной аллюзии на жизнь обычных людей жизнь которых может в любой момент оборваться из-за прихоти сильных мира сего 2 по популярности книга это на самом деле очень короткий рассказ о человеке сумевшим прочесть все книги преисполниться и стать всезнающим существом которого иногда можно встретить гуляющим между книжных полок 3 по популярности том содержит описание организации под названием ассоциация сущностей которых никогда не существовало герои заброшенных ненаписанных романов боги из религии не нашедших последователей персонажа автора который умер слишком рано чтобы написать свои книги похоже тут исследуются под физические слои до которых осипи еще далеко кроме комнат с книгами тут есть и выставочный зал где выставляются различные картины бестиарии просто зарисовки собственно первая же вещь тут содержит зарисовки разных существ часто встречаемых в этом странном мире самый распространенный слуга библиотеки это доцент в целом существо выглядит как человек но лишено рта также может показаться что в левой руке он держит лампу но на самом деле лампа является частью его тела и расстаться с ней он просто не может они следят за порядком и проводят гостей если те теряются среди полок еще одно часто встречающиеся тут существо это похоже на паука с человеческой головой тварь такие занимаются всевозможной работой в том числе и в ней библиотеки потому фонд SCP время от времени на них натыкается кроме различных существ которые тут на самом деле являются людьми преобразованными в слуг библиотеки из-за нарушения правил тут встречаются и собственно странники путешественники посещающие множество миров и собирающие в них самые разные истории существует 12 особенно известных странника сборники рассказов которых лежат отдельно от прочих книг это почти как хабы в SCP например вот некий атлас бюрден посещает самые разные миры в том числе и мир карбейника один из загробных миров вселенной SCP да по большей части странники ходят по мирам фонда но библиотеки известны мир и о которых в организации никогда не слышали каким образом библиотека появилась не может сказать никто чаще всего можно услышать мнение что она возникла с появлением знания как такового в SCP-4840 вообще говорится что библиотека это воплощение одного из протобожеств также часто говорят что тот мир возник на спине существа известного как змей или же все эти полки и книги сами по себе являются сущностью и телом змея так или иначе в космологии мира SCP библиотека странников является одной из основных его элементов что может быть довольно интересной метафорой так как сайты типа SCP впитывают в себя сюжеты истории из литературы городских легенд и мифов в общем абсолютно из всех книг что только есть всем пока